Вся страна следила за приключениями футболистов-дебажиров Александра Кокорина и Павла Мамаева. Выпустят их на этот раз или опять нет? Ведь Тверской суд столицы продлил им срок ареста до 8 апреля. На представителей Фемиды не подействовали ни апелляции адвокатов, ни слезы жен и матерей спортсменов. Я считаю, что абсолютно по делам, абсолютно справедливо, хотя многие, конечно, говорят, что это чрезмерное наказание, и все больше и больше людей просят их освободить. Я считаю, что пусть еще посидят. А вот другие считают, что это слишком сурово по отношению к футболистам. Я в этой ситуации больше всего разочарован действиями суда. То есть понятно, что если первое решение еще, наверное, как-то соответствовало закону, то решение второе оставить под стражей. И настолько здесь видно, что была команда сверху, не выпускайте. Вот и адвокат Александра Кокорина Татьяна Стукалова говорит, что неправильно футболистов так долго держать за решеткой. Ну, дал Кокорин кому-то в морду. Но ведь не убил в конце концов. Он нанес удар, который не повлек за собой каких-то последствий для здоровья потерпевшего. На этом основании содержать людей под стражей, это уже незаконно и необоснованно. Напомним, что закадычные друзья Кокорин и Мамаев за одну ночь устроили две потасовки. Сначала избили водителя одной из ведущих Первого канала, Виталия Соловчука. А потом под горячую руку футболистов попались два высокопоставленных чиновника. Денис Пак и Сергей Гайсин. Выпить, погулять, конечно, можно, но кидаться стульями и драться, наверное, можно только на ринге, на соревнованиях, да? Ну, или дома с друзьями, если кто-то хочет подраться там, да, с тобой. За день до этого футболисты праздновали десятилетний юбилей дружбы. Все помнят, как они умеют это делать. К примеру, вылет с Евро-2016 Кокорин и Мамаев отметили на широкую ногу. Заказав в одном из клубов Монте-Карло шампанского на 250 тысяч евро. Угощали всех. Однако на этот раз программа у футболистов, судя по всему, была другая. Вместо шампанского Виталия Соловчука угостили кулаками. А чиновника Дениса Пака попотчивали стулом. Крепким. В смысле металлическим. После шумихи, поднятой в СМИ и общественного негодования, Кокорин и Мамаев быстренько извинились перед теми, кого побили. И даже сами явились в управление МВД и дали показания. Но, похоже на судью, это не произвело никакого впечатления. Мотивация такого длительного задержания такова. Ребята выйдут на свободу и могут продолжить свою преступную деятельность. Возникает вопрос, какую преступную деятельность могут продолжить. Ребята, они что, пойдут всех подряд бить по улицам? Так в том-то и дело, что неизвестно, не пойдут они бить всех подряд. Или все-таки пойдут? Уж слишком сильно заморались. С Шуриком пить, с Павликом пить, с Кокориным тире пить. Актера Анатолия Журавлева тоже легко вывести из себя. Достаточно одного вопроса о внебрачном ребенке, и жестким хуком справа камера оператора разбивается в дребезги. Но мужик должен себя контролировать. И руку прикладываться допустимо, только если заступаешь за женщину или за слабого. В свое время Журавлев прославился в роли Коли Орлова, простого русского парня в фильме «Все будет хорошо». Касаясь сажень в плечах, такому подругу лучше не попадаться. Если что не так, я тебе с*** в глаз выстрелю. Потому что и я в то время, когда снималась картина, тоже занимался боксом. Я тренировался очень много в то время, но я приходил... Однажды был день, когда я пришел с подбитым глазом, синяк. Да, серьезно, прям вот такой синяк. Но то, что для оператора хук, для чемпиона мира по смешанным боевым искусствам, детский лепет. Журавлев, Толик абсолютно бездарный, как боксер. Я видел его попытку боксировать. Он не боксер и никогда боксом не занимался профессионально. Я думаю, не один день в своей жизни. Вот только не надо гнать. Боксером Журавлев и правда не стал. Потянуло на сцену. Там-то он и встретил актрису Татьяну Шитову и закрутил с ней роман. Но как только счастливая девушка сообщила возлюбленному о том, что ждет ребенка, Анатолий, как говорят в боксе, уклонился от удара. Короче, прервал все отношения. Сейчас, извини. Ты куда? Сейчас я пойду. Потрясающе. Классически. Сразу сказал о том, что он женат, у него больная жена, и что он ищет любви, пока он ее не нашел. И спасибо, до свидания. Вот так. Да. Влетели сильно. В итоге скандалы с внебрачными детьми, а до этого у Анатолия объявился еще и сын на стороне, разрушил его 20-летний брак с супругой Натальей Дубонос. Мол, из-за этого Журавлев и обиделся на Татьяну. Зачем она разболтала о ребенке журналистам? Мне вообще ничего не выводит, только если обижают моих близких и родных. Я абсолютно, я как камень, как сказал. Вот и Журавлев оставил боксерские приемы в прошлом. Дочь от Татьяны Шитовой, Василису, признал, общается и помогает. А три года назад у 51-летнего актера впервые родился ребенок, наконец-то в законном браке. И жена актера, 26-летняя Пелагея Приходько, уверяет, что ее муж лучший папа во вселенной. Ну, поверим на слово. Если Журавлев набросился на враждебного репортера, то Филипп Киркоров на коллегу по цеху, режиссера Марину Яблокову. Во время репетиции музыкальной церемонии в Кремле певец нервно отреагировал на прожектор, направленный ему в глаза, и оскорбил Яблокову. Та сделала ему замечание. В ответ Киркоров по слухам набросился на девушку, повалил на пол и стал избивать. Медики констатировали у девушки вроде как множественные гематомы и сотрясение мозга. Здесь у меня там черное все это бедро. Внизу у меня там побои. То есть я даже вот сюда в живот он не бил, у меня ребра болят, шея. Вскоре после случившегося на сайте Киркорова были принесены извинения Яблоковой. А сам певец признался. Я при ночи проклакал. Мол, бывают у меня приступы, когда ничего не соображаю. А так женщин он никогда не обижает. Многие люди такого плана, да, и Киркоров, у него была такая ситуация, они извинялись. А как иначе? Вы люди, на которых смотрит все, вся страна СНГ, я не знаю. Моего пути не пожелаю вам. Но несмотря на извинения, Яблокова подала заявление в суд. Королю эстрады светило уголовное дело по двум статьям. Причинение легкого вреда здоровью и оскорбления. Киркоров все же добился мирового соглашения с потерпевшей. С тех пор старается все решать миром. Жизнь-то идет своей чередом, и что-то происходит постоянно. Но именно вот любовь спасет мир. Звезда шансона, Любовь Успенская, чуть было не пополнила черный список авиадебоширов. Певица устроила скандал из-за того, что ее не пустили на борт с собачкой на руках. Мама, ради Бога, я никак ли не пьяна? Знаете, я бы, конечно, тоже свою собачку, свою кошечку бы там впилась бы кому-нибудь. Вот, но, опять же, условно, конечно, что, ну, неприятная ситуация, но это не значит, что нужно дебоширить, чтобы там снимали тебя, не дай бог, там с борт самолет. Я считаю, что это уже, знаете, это уже эпатаж-перебор. Я опять не права. По версии авиакомпании, Успенская пыталась пройти на борт самолета с собачкой на руках. Бортпроводница попросила положить питомца в переноску, на что Успенская грубо толкнула ее, чуть ли не драку устроила. Но у певицы своя версия событий. Я перегородила стюардесса дорогу, сказала, что собачку надо положить в сумочку. А у нас сумочка была в руках, только надо было ее открыть. И она не давала нам открыть. Но она так садила, но не отлично. Мой директор попросил другого стюардесса. Впрочем, другая стюардесса оказалась не лучше и объявила, что командир просит Любовь покинуть борт самолета. Возмущенную певицу сняли с рейса и припроводили в отделение милиции. Мы знаем ее маниакальное стремление, желание возить, таскать за собой везде эту собачку несчастную. Потому что я считаю, что собачка действительно несчастная. Если бы она жила дома и ждала свою хозяйку, и находилась в тепле, и в привычных условиях, то для собачки это было бы гораздо полезнее и безопаснее. Но певица считает, что ее собачку надо уважать так же, как и ее саму. После скандала Успенская заявила, что намерена подать в суд на авиакомпанию за причиненный ей вред. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, по слухам, на премьерном показе документального фильма «Зеленый театр» в Земфире певица набросилась на журналистку за один единственный вопрос. Мне кажется, что в современном обществе, когда люди образованы, когда у нас есть возможность смотреть хорошие фильмы, читать умные книги, мы не имеем права на агрессию. Это просто децивилизованно. Но это смотря что у звезды спрашивают. Ведь журналистка спросила Земфиру, правда ли, что она живет с актрисой Ренатой Литвиновой. Моей огромной любви Хватит нам двоим с головою За чрезмерную любознательность представительница прессы и получила удар по голове. У нас это делают беспардонно. Поэтому я думаю, что Земфиру можно оправдать за ее выходки. И я тут полностью на ее стороне. За ее талант, за ее песни можно, в принципе, ей простить. Эти легкие скандалы и спички с фотографами. Земфира заслужила право, чтобы к ней относились с уважением. Однако не все, видимо, относятся к рок-звесте с должным уважением. К примеру, известный фотограф папарацци Дмитрий Михеев и не думал копаться в личной жизни Земфиры, но все равно огреб по полной программе. Прям подошла, и он мне дал к пулакому морду. Прямо в центре зала, все у ресторана, там все сидели, смотрели, там шоу. Не знаю, просто психанул. Почему-то я сам даже не понял, как так все, все более секунд, произошло. Подошел, он официально мне пройти был, попросил сфотографироваться, она отказалась. А потом загадили какие-то другие артисты, и она подумала, что я не их снимаю, а ее надо подумать просто. Два года назад Земфира объявила об окончании гастрольной деятельности и пока залегла на дно. Никаких скандалов, но и никаких новых песен. Вольно не будет, обещаю. Марат Башаров, напротив, в публичных скандалах не замечен, зато известен в домашних. Если Киркоров поднял ногу на коллегу, то Башаров руку и на родную жену. Они что там на телевидении все с ума посходили? Про рейтинг забыли? Все расставания Марата с женщинами почему-то заканчивались пьянками и кулаками. Непонятно почему. В пьяном состоянии такой становится агрессивным. Для меня это очень большая проблема. Когда актер ухаживал за Архаровой, за ним уже тянулся шлейф скандалов и слухов. Но Екатерина была в эйфории и никому не верила. Думала, с ней все будет иначе. Вот что она говорила тогда. Он на самом деле очень мягкий. Он очень много иронизирует. Ох, держитесь все. На мне это никак абсолютно не отражается. Не отражалось до поры до времени. А точнее 4 месяца. После чего в один прекрасный вечер Башаров в сильном подпитии надбросился на Архарову с кулаками. Нельзя вообще пить. Но я грешу. Башаров в итоге принес супруге публичные извинения. Ну подожди, ну... Ну все уладится, успокойся. Но тарелку, как говорится, уже было не склеить. Супруги развелись. И знаете, вот раз оскорбил, два оскорбил, третий раз там ударил. И знаете, вот это все накапливается, вот этот осадок, перерастает действительно в очень глубокую обиду. И уже обратного хода, в принципе, очень часто нет. Бабы, понимаешь? Бабы, 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 бабы. Какой-то замкнутый круг. Вскоре актер женился на поклоннице Елизавете Шевырковой, которая родила ему сына. Но в декабре 2018 года появилась информация, что нынешняя супруга актера попала в больницу с закрытым переломом носа. И якобы это Башаров взялся за старое. Не верьте слухам. По последнему сообщению, вроде как он уже и на нее поднимает руку, что может быть уже не скоро мы узнаем о разводе Марата Башарова и Елизаветы Шевырковой. Ну что сказать? Похоже, Горбатого могила исправит. Господи, как это все достало. Еще один домашний тиран – певец Пьер Нарцисс. По словам его бывшей жены Валерии Калачевой, это он на сцене – шоколадный заяц. А дома тот еще мерзавец. Я шоколадный заяц, я ласковый мерзавец, я сладкий на все стол. О-о-о. Модель Валерия Калачева поделилась прессой, что развелась с Пьером и собиралась лишить его родительских прав из-за того, что тот постоянно злоупотреблял алкоголем и пускал в ход кулаки. Вы же примитесь к равноправию, ну, стремитесь, держите тогда. Или нет? То есть, когда вам удобно, а когда неудобно. Это не очень справедливо, вы знаете. А вот Пьер Нарцисс уверен, что все эти истории его бывшая придумала, чтобы попиариться на его имени. Ведь с некоторых пор Валерия тоже поет под псевдонимом Маниша. На две лучшие властье, красные властье, вот и коллеги по цеху говорят. Пьер Нарцисс – душка. Мы, кстати, с ним все новогодние корпоративы выступаем вместе. Привет, Нарцисс! Нет, он не похож на агрессивного, он такой очень позитивный, несет в массу позитив и очень такой прикольный шоколадный заяц. Однако недавно знаменитого камерунца вновь обвинили. На этот раз в том, что он якобы избил и изнасиловал радиоведущую Мариану Суворову. С которой у певца был мимолетный роман. Мы позвонили артисту, чтобы узнать, чем закончилось дело. С Марианой Суворовой, с каким-то там нападением, каким-то дурацким. У вас там с ней утрясся вопрос? Она не подала ни в суд, ничего. Ну, конечно, я же принес, мне видео показали, не следовало, он сам видел, что там было. На видео видно, как Суворова лежит в бессознательном состоянии. Она просто напилась, разделась и вырубилась, утверждает Пьер. И я тут ни при чем. Похоже, нарцисс и на этот раз смог доказать, что он просто заяц, а не мерзавец. В итоге до суда дело так и не дошло. Михаил Ефремов. Почетный представитель нашего рейтинга самых драчливых звезд. Я думаю, что для выпускания пары есть масса способов. Охота, рыбалка, спорт. На самом деле есть, действительно, есть хоккейная команда артистов, есть футбольная команда артистов. Поэтому, мне кажется, что это все-таки от человека зависит, как он выпускает пар. Это точно. Ефремов выпускает пар по-своему. Драки с журналистами, потасовки с родным сыном, швыряние стульев и пьяные драки на кинофестивалях. И как в случае с Башаровым, всему виной алкоголь. Нафигачил, маху дал. Он вообще приезжал сначала нормальный, а потом превращался в ненормального человека, которого ничем нельзя было оставить. Ничем. Ах, суки! Суки! Его не выгнать с фестиваля, потому что, ну, куда его выгонять? Он уйдет. Из гостиницы, но он будет сидеть на море голый. Самый громкий скандал с последующим увольнением из МХАТа случился на заре его карьеры. 34-летний Ефремов на заседании худсовета театра набросился с кулаками на сам директора по финансовой части. Якобы тот разворовывал казенные средства. Все, что хорошо начинается, должно хорошо заканчиваться. Если он кому-то и двинет, или ему кто-то двинет, то все за дело, понимаете? Он начал обостренного чувства справедливости, как мне кажется. Славится Ефремов не только драками и девошами, но и просто непристойным поведением. Так совсем недавно актер отличился в Самаре. Вышел на сцену явно пьяным. Невнятно бормотал текст. А на просьбу зрителей говорить громче ответил агрессивно матом. Не слышно. Ну выйди сюда, скажи отсюда. Но коллеги все выходки Ефремова оправдывают. Вот он такой, потому что иначе не было бы его. А все, кто приличный, никогда не выбьются из этого средненького такого среднего такого уровня. Я же тебе говорю, мы пиаром занимаемся. Но все же хотелось, чтобы Михаил Ефремов больше привлекал зрителей своими ролями, чем скандалами. Еще один человек-скандал. Алексей Панин. Курил, милый! Ой! А! 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 Хватит! Все! 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 Где бы ни появился актер, его повсюду сопровождают неприятности и журналисты. Вот он устроил это, это и вот это. А почему он это устроил? Вы не спрашивали? Нет. А давайте спросим, почему, например, летом 2013 года актер устроил драку на улице Валужте? А потому с его слов, что сзади в его автомобиль врезался таксист. Вышел и стал требовать с него деньги. За что и поплатился. Ну, короче, мы их все, всех убили. Однако очевидцы утверждают, что это автомобиль Панина покатился назад по горке и уперся в такси. Вот таксист и потребовал возместить ущерб. И, может быть, мужчина на моем месте сильно должен был повести себя по-другому, а я не смог. И произошло что? Драка. Достается от Панина даже с женщином. И пингвина включил. Так пару лет назад от актера пострадала буфетчица в придорожном кафе. Алексей говорит, девушка, видите ли, его не узнала и не обслужила вне очереди. Под этой бутылкой товарищ Панин Алексей оставил автограф. На голове дамы. Я таких артистов не знаю. Вы рассказываете про каких-то, наверное, неинтересных артистов, за которыми я не слежу. Языком чесать они все смелые. Дерется Панин и с коллегами. То с режиссером Семеном Горовым, то с музыкантом Стасом Наминым. И что ему не имется? Вот они факты, избегай контакты. Задайте себе вопросы. Не надо отвечать маме, папе, друзьям. Себе вопросы. Какие у вас схелеты в шкафу? Судить очень просто человека. Я еще раз говорю, все, что я не про... Я извинился. Но сколько можно извиняться? В исправление Панина уже давно никто не верит. Как журналисты, так и режиссеры скандального актера перестали снимать в кино. Потому что от человека, который в пьяном виде разгуливает по улице нагишом в женских колготках, можно ожидать чего угодно. Да поехали куда хочешь, только не в стриптиз. А то я заведусь и все. Во Франции тоже есть свой Алексей Панин. И зовут его Жерар Депардье. Конечно, Алексею в профессии Дежерара далеко. Зато в пьяных скандалах оба преуспели. Могу ли я стать членом вашего клуба? Жерар Депардье это гений пиара. Вы знаете, как кинотавр стал знаменитым. Жерар Депардье сломал унитаз. То есть унитаз раскололся на две части. Так кинотавр стал знаменитым в Европе. В середине 80-х о Жераре вздыхали миллионы женщин. Депардье был признанным секс-символом французского кино. Но в последние годы актер славится больше не ролями, а драками. Так недавно он подрался с виновником аварии прямо в центре Парижа. Актер двигался на скутере и врезался в машину. Депардье тут же набросился на водителя авто с кулаками. Мол, как тот посмел его не заметить? Он же публичная персона. Не надо. Это надо. Он хочет дать показания. Ничего я не хочу. На публичную личность накладывается наибольшая ответственность, потому что на нее равняются люди, на нее смотрят дети, поэтому наоборот ответственность намного больше. Позже Депардье признал, что погорячился. Вывод тут один. Будьте благоразумней и решайте все вопросы миром. Решил завязать? Да, не хочу подохнуть за решеткой. Десять самых. Новые рейтинги в наших новых программах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова